Мы рассматриваем пути, которые после нескольких шагов заканчиваются на оси абсцисс. Вот, например, прошли вверх, прошли вниз. А можно было по-другому, пройти вниз, пройти вверх. Собственно, если мы бросаем монету два раза, и у нас уравнивается, то по-другому не бывает. Давайте нарисуем эти пути отдельно. Есть такой путь, есть такой путь. Над осью абсциссы в этом случае два отрезка. Под осью абсциссы сколько? Тоже два отрезка. Отлично. Теперь давайте нарисуем все пути длины 4, которые тоже самое, заканчиваются на осье абсцисс. Это очень легко. Вот один путь такой есть, другой путь. Давайте, чтобы не запутаться, пишем так. Плюс, плюс, минус. Плюс это когда поднимаемся, плюс это когда опускаемся. Плюс, минус, плюс, минус. Что еще бывает? Плюс, минус, минус, плюс. Это что такое? Плюс, минус, минус, плюс, да? И около каждого будем писать, сколько времени проводит на осью абсцисс. Осью абсцисс она у нас вот такая. Этот 4, этот 4, этот 2. Хорошо. Еще бывает. Минус, плюс, плюс, минус. Минус, плюс, минус, плюс. Плюс, и, наконец, минус, минус, плюс, плюс. Минус, минус, плюс, плюс. Тоже 0 от риска. Понятно? Обратите внимание. 2 четверки, 2 двойки и 2 0. Понял? Александр Васильевич, вначале мы будем писать 2 0. Да, конечно. Над осью абсцисс 0, над осью абсцисс 2. Одна двойка, один 0. Над осью абсцисс 4, 2 картинки, 2, 2 картинки, 0, тоже 2 картинки. Так вот, оказывается, и это мы сегодня докажем, верен такой общий факт. Если мы рассматриваем любой путь, в котором общая длина 2n, которая заканчивается на си абсцисс, то количество путей, у которых 0 отрезков на точь абсцисс, 2 отрезка, 4 отрезка и так далее, 2n отрезков, все эти количества строго одинаковые. И, кстати, их называют числами талан. Для того, чтобы это сделать, наверное, имеет смысл все-таки не полениться. Мы уже разобрали случаи n равно 1 и n равно 2. Давайте не полениемся, мы быстренько разберем случаи, когда n равно 3. Делается следующим фокусом. Я сейчас выпишу всевозможные последовательности плюсов-минусов, а вы в тетради быстренько каждый раз нарисуете такую картинку. И после этого надо будет около каждой картинки написать, сколько же отрезков. Вот здесь, например, плюс-плюс-плюс-минус-минус-минус, очевидно, 6 отрезков. Плюс-плюс-минус-минус-плюс-минус. Всего 20 картинок. Всего 20 картинок. Здесь вот мне нужны числа. Вот это, очевидно, 0. Обратите внимание, нулей всего 5 штук. Двоек. 5 штук. 5 штук. Четверок. 5 штук. 6 штук. То есть всего по 5? Да, всего по 5. Так вот, давайте теперь выпишем, для каких n у нас поступка. Мы разобрали пока что три случая. Число n у нас могло равняться единице, двойке и тройке. В случае, когда n равна единице, у нас были по одной картинке. Правильно? Когда n равняется 2, 2 четверки, 2 двойки, 2 нолька. Было по 2. Когда n равняется 2, 0, 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, по 5. Так вот, это называется числка 2. Оказывается, верна такая замечательная тяга. Если k не превосходит n и больше ее равна нуля, то пути длины 2, 0, с точки 0, 0 в точку координатория 2, 0, у которых ровно 2k отрезка над осью абсцисс. Сколько таких путей? Число каталана. Чтобы ее доказать, первое, что нужно сделать, это вывести рекуррентную формулу для числа каталана. Она совсем простая. Ну, скажем, для числа 4. Как получить число каталана? Как только мы ее выведем, научимся вычитать точное число каталана через предыдущее, у нас все получится. Договорились? Отлично. Поехали. Оказывается, что числа каталана естественным образом связаны с остановками скобок. Вот смотрите. Вот это открывающая скобка, это открывающая. Вот это. Две открывающие, две закрывающие. Вот эта скобка открылась, скобка закрылась, скобка открылась, скобка закрылась. Все поняли? Если путь зашел под ось абсцисс, то это неправильная остановка скобка. Почему? Потому что вот здесь у нас скобка открылась, скобка закрылась, закрылась, открылась. Так не бывает. Поэтому давайте четко зафиксируем. Число СН. Это количество правильных расстановок N пар скобок. Так что вот цеперное число способов поставить в правильном математическом смысле слова. То есть так, что для каждой скобки, открывающей после нее, где-то стоит соответствующий правильно N открывающих и N закрывающих скобок. Для чисел каталана есть очень простой, замечательный способ вычислять, зная предыдущие. Вот давайте, мы уже первые три посчитали. Как считать четвертое число? Очень просто. Нам нужно поставить на самом деле в 8 скобок. Вот для инфермиста. Так вот, какая скобка стоит в самой левой позиции? Открывающая или закрывающая? Открывающая или закрывающая? Да. Правильно. Открывающая, конечно. Печень открывающая. А где может стоять соответствующая ей закрывающая скобка? По-разному бывает. Один из вариантов. Другой вариант, в общем, через четное количество... Молодец. Именно так. Возможен вот такой вариант. И, здесь негде писать, но тем не менее, возможно еще такой вариант. Открылась, потом, непонятно как, ну правильным образом, идут шесть слов, и потом закрылась. Так? То есть в каждом случае очень легко понять, сколько таких вариантов. Вот таких вариантов столько же, сколько было в задаче, когда было в три открывающих и закрывающих скобки. А их количество можно посчитать в пять вариантов. Вот здесь, когда у вас здесь правильная скобочная структура, то ее потом ничем так не напишешь. А значит, здесь вариантов столько же, сколько для этого будет два варианта. Один умножить на два. Да, если угодно, один умножить на два, здесь единственный. И там тоже был один умножить. А там был один, но, в смысле, что-то вообще ничего не надо там внутри, да, один. Начали заключить. Вводят еще такое понятие церковное. И пишут, что обычно, что это единица. Почему? Потому что если скобок нет, то их можно расставить единственным образом. Ничего не делать, в мультиматике можно единственным образом. Правда? Вот, отлично. Пока все понятно? Пока все понятно, отлично. Здесь способов сколько? Два на один. Два на один. Так. И здесь сколько, наконец, способов? Пять на один. Пять. Здесь способов пять. И всего получается четыре. Я боюсь, что это было не очень понятно. Поэтому давайте я быстренько покажу то же самое в ситуации, когда мы вычисляем пятое число Каталана. Вот, смотрите. Когда мы вычисляем пятое число Каталана, то этих мест уже сколько? Этих мест уже будет десять число. В любом случае, крайняя позиция – это открывающая скобка. А вот дальше пошли варианты. Можно я не буду рисовать картинку, я просто покажу. Вот, если закрывающая соответствующая скобка здесь, то таких вариантов будет ровно четырнадцать штук. Отлично. Четырнадцать штук. Если не здесь, а вот здесь. Таких вариантов будет пять штуков. Да. А если здесь, то надо здесь двумя способами, еще и с действием. Будет дважды два. А если вот здесь, смотрите, это единственное место, то пять. И если на последнем месте, то четырнадцать. Вот. Для того, чтобы... Один на четырнадцать, один на пять, два на два, пять на один, четырнадцать на один. И получается, это какой тет? Только получается... Соррень и два. Да. Соррень и два. А как найти шестое число каталана? Будет двенадцать таких. Будет двенадцать этих мест. А можете уже сразу написать, что он будет? Идея такая. Надо выписать числа каталана с нулевого по уже посчитанное пятое. Написать в обратном порядке. Перемножить. Да, конечно. Перемножить и сложить. Сколько будет? Двадцать четыре плюс сорок два. Это будет пятьдесят шесть. Шестьдесят шесть. И умножить на два? Умножаем на два и получаем сто тридцать два. То есть считать может идти и следующий, и следующий. 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 Замечательно. Как же эту формулу записать в общем виде? С нулевое умножить на С1-1. С1 на С2 на С2 на Сn-3. И так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов Сn-1, С0. Вот такая форма. Это в точности соответствует тому, что надо выписать все числа С0, С1, С2, С2, С1, С1, С2, Сn-2, Сn-3, С4 и так далее до С0. В каждом столбце перемножить и все сложить. Все понятно? Ну вот. Собственно, рекуррентная формула для чисел каталана у нас посчитана. Теперь уже, как ни странно, не так сложно решить нашу основную задачу. Что значит решить нашу задачу? Это значит, я действую к индукции. Для маленьких чисел я уже все проверил. Правда? И там так было. Когда я брал небольшое число, что значит небольшое? 1, 2, 3. Я реально все картинки нарисовал. Для числа 4, а потом я это сделаю в общем виде. Я сейчас решу задачу. Что значит решить задачу для числа 4? Это значит нарисовать систему координатов. Написать числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. И для пути, которые начинаются в нуле и заканчиваются в восьмерке, отдельно посчитать те, у которых все 8 участков над осью, у которых ровно 6 над осью, ровно 4, понятно, да? Отлично. Сколько бывает над осью отрестков? 8, 6, 4, 2 и 0. Согласны? Они симметричны, поэтому достаточно 8, 6, 6, 6, 7. Я сейчас буду решать задачу. Сначала разберемся с ситуацией, когда шагов над осью ровно 8 штук. Что такое путь, который целиком проходит над осью? Мы уже на самом деле обсуждали сегодня, что это такое. Как называются количества таких путей? Которые не спускаются ниже оси ровно. Четвертое число каталантов. Помните, по какой формуле оно вычисляется? Четвертое число каталантов. С0 умножить на что? На С3. С1 на С2. С2 на С1. Да. И С1 на С0. На С0. Если не писать эти самые С, то это так вот будет. 1 умножить на 3, что это на 5, плюс... Что там? 2 умножить. Нет. 1 умножить на 2. 2 умножить на 1. И 5 умножить на 1. Так вот. Правда, что мы сумели посчитать количество путей, у которых 8 отрестных на осью? Правда. Хорошо. А если 0 отрезков над осью? Они симметричны. Абсолютно симметричны. Значит, здесь 14 штук, и здесь тоже 14 штук, и проблем никаких. Правда? Причем число 14 не просто так получилось, а вот по той форме. Все? Замечательно. Со всеми другими путями ситуация более тяжелая. Потому что у них есть отрезки над осью и отрезки под осью. Так вот. Остальные пути, я, конечно, мог бы по одному считать, но это 70 штук тяжело. Я буду посчитать их так. Расклассифицирую эти пути в зависимости от того, сколько у них отрезков до первого попадания на ось абсцисс. Объясняю. Вот когда вы вышли изначально, как над, то у вас вообще-то, если вы должны быть и над осью, и под осью, то вообще-то вы обязаны в какой-то момент пересечь. Правильно? И вот эта точка пересечения, она будет, ну, где-то, да? Что может быть этой точкой пересечения? Или двойка, или четверка, или шестерка. Давайте сейчас приспокойненько выпишем все эти варианты. Да, причем не верхнюю строчку, не нижнюю. Мы уже обсуждать не будем. Мы там уже написали ответ, и все, да? Теперь разбираемся с путями, которые обладают следующим свойством. Впервые пришли сюда. Так, правда, это проблема. Они впервые пришли сверху, или впервые пришли снизу. Давайте думать. Два варианта. Пусть впервые пришли сверху. Тогда смотрите, два отрезка на досью уже есть. Остался путь длины 6. А для 6 мы задачу решаем. Для 6 мы уже знаем, что порву тех, которые 0 отрезков на досью, 2, 4 и 6. Правда, 6 там неинтересно, потому что это соответствует строчке, кто уже знает. А все остальные интересны. И поскольку их штук? По 5 штук. Так? Значит, сейчас у меня получается, что нужно написать число 5. Сюда, сюда и сюда. Так, понятно, каких путев не имеют? У этого два отрезка вот такие. А после этого они здесь как-то идут. То есть, Палисий Васильевич, 1 умножить на 5. Ну, если угодно, да. Если угодно, это пишется 1 умножить на 5. Ну, здесь же не будут писать, но уходим, что потом у нас будет 5. потом будут эти произведения, они так естественно и возникнут. Но пока что 5-5-5. Уговорил? Уговорил. Хорошо. А что еще бывает? А еще бывают вот такие пути? Ну, они симметричные тем, которые... Потому что они симметричные, только вот эти вот... Не засчитываются эти два отрезка. А поэтому те пути, которые там пойдут, на самом деле... Смотрите, что нам дадут. Они нам дадут... 5 из них дадут 0 отрезков. И, кстати, 6 отрезков тоже бывает. Вот так. Согласны? Ну, правда, опять, мы же договорились про 0. Не думайте, потому что с верхней и с нижней сокровой у нас уже все очевидно. Поэтому вот они, пятерки. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на пути, которые впервые приходят вот в этот момент. До этого они или ходили здесь, или ходили здесь. Ну, давайте нарисуем пусть сначала, который был верхун. Что значит путь был верхун? Вот такой. Еще осталось 4, а для 4 все было. Да, еще осталось 4. А для 4 мы уже все знаем. И, внимание, это уже 4 положительно на 8. Значит, в 0 ничего не пишем, в двойку ничего не пишем, а в четверку пишем 2. И сюда пишем 2. Ну, надо бы и сюда, конечно, но мы это уже считали. Интересно. Так. Замечательно. А симметричный, что она даст? Те же самые двойки, только сюда. Очевидно? Недолго осталось. У нас, собственно говоря, осталось. И еще года в шестерке. Да, у нас осталось только шестерка. Что делать, когда есть путь, который начал над, и впервые попал сюда? А вообще, как он выглядит? А выглядит он вот так. Он где-то там вот ходит, там, где-то здесь ходит. На очкоординаты он не попадает, кроме как здесь, здесь, мы там не можем. Не можем себя точно там. Или так, или так. Давайте считать, сколько таких путей. Сколько таких путей? Таких путей? Кстати, тут не так много их. Чтобы не спускаться сюда, вы, собственно говоря, можете либо пройти вот так, либо пройти так. И все в этом варианте. Два. Там еще остается. Да. А дальше мы идем либо так, либо так. Если мы идем так, то это нельзя, потому что мы из пути уже все считали. Надо считать только вот такой. Это даст нам двойку для ситуации, когда шесть отрезков. Это нам даст двойку вот сюда. Согласны? Хорошо. А, если симметрично, тоже такие два варианта. Либо такой, либо такой. Двойка будет вот здесь. Правильно? Замечательно. Я переподсчитана. Правда, что это? Четырнадцать? Четырнадцать. Четырнадцать. Все получилось. Четырнадцать. Все понятно? Теперь надо абсолютно то же самое сказать только в общих темах. То, значит, в общих случаях. Предположим, что для всех чисел 1, 2 и так далее n-1 мы это доказали. Итак, пусть теорема доказана для чисел от 1 до n-1, ну и, естественно, при любом k. При числах k не больше, чем данное число. Для любого m рассмотрим. То есть, когда у нас есть путь длины 2m, то для любого числа k от 0 до m, если нас интересует, что ровно 2k отрезков над осью абсцисс, то таких путей будет сколько штук? Cm. Правда? C синтексом m. Да, пути Cm. Рассмотрим пути длины какой? Cm. Пути длины 2m. Пути длины 2m. Так? Отлично. Какие есть варианты? Ну, собственно говоря, мы уже прекрасно с вами понимаем, какие есть варианты. Один вариант такой, что весь путь расположен не ниже серфис. Это в случае, когда k равняется n. Сколько таких путей? Число к таланту штука. Так? Просто по определению числа к таланту. При этом мы знаем в антуре варианту формулу. Что ценное – это ценное любое ценное минус первое. Помните? Замечательно. А если k равна нулю, то такие пути просто симметричны. И значит, их столько же. И в то же число к таланту. И в та же самая регулярная форма. А вот теперь наступает важный вопрос. Что делать, если k больше нуля меньше, чем n? Первый шаг. Либо над, либо под осью. Так? Давайте эти два случая аккуратно разберем. Если первый шаг мы делаем над осью абсцисс, то поскольку у меня k меньше, чем n, в какой-то момент наш путь обязательно попадет на осью абсцисс. Правильно? И после этого он как-то пойдет, как хочет, так пойдет в точку 2r. Давайте вот этот момент обозначим числом 2r. какое условие на r? Может ли вот этот участок быть длиннее, чем 2k? Нет. Нет. Потому что всего участков над осью абсцисс должно быть 2k штука. Если мы уже сделаем слишком много, то это уже не получится. Значит, для числа r у нас варианты от единицы до k. Это понятно? Это понятно. Хорошо. А сколько штук? Давайте разбираться. Поскольку мы здесь пришли сверху, то последний участок у нас такой. Да? здесь мы не должны попадать на осью абсцисс. Это означает, что фактически у нас здесь какой-то не ниже, чем единичный уровень. Сколько таких путей? А? Число каталана 2rt минус 2. Ну, не 2. r минус 1. r минус 1. r минус 1 число каталана. Ты понимаешь определение числа каталана? Помнишь ли я уже? Угу. Так. Число каталана называется количество способов пройти пункт длины 2r минус 2 и r минус 1 число каталана, ни разу не спустившись ниже. А это и есть как раз количество участков, которые, ну, количество тех, что нам интересно. Так? Все. Значит, их столько. Хорошо. А этих сколько? Заметьте, пожалуйста, у нас всего должно быть 2k шагов на 2 абсцисса. Из них 2r мы уже сделали. Значит, там шагов должно быть известное количество. 2k минус 2r. Но при любом фиксированном количестве путей у нас число каталана штук. Значит, вот здесь вот путей c с индексом n минус r. Почему n минус r? Потому что длина здесь 2n минус 2r. Ну, а у человека каталана надо пополам третье. Потому что посчитаем только количество кривающих скобок. Всего вариантов сколько? Надо c r минус 1 умножить на c n минус r. Так вот, давайте я напишу. Это такая сумма. Сначала вместо r вставляю единицу. c нулевое умножить на c n минус 1. Вот это когда r равно единица. Приденьте штуку. Хорошо. Когда r равняется двойке. c первое, c n минус второе. Так? Когда r равняется тройке. c второе, c n минус третье. И так далее, и так далее. Когда r равняется k. c k минус 1 умножить на c n минус kt. Поняли? А теперь посмотрите на формулу . Вы видите, что вообще-то это первые k в ее слагаемых. Это просто начало вот этой суммы. Так, почему это не вся сумма? Потому что мы пока что рассматриваем только случай, когда вышли из начала координат каким шагом? Вверх. Вверх. И это получили первые k с магаемых. Понятно, что дальше? У нас получилось k с магаемых из рекуррентной формулы. В ситуации, когда мы вышли вверх. Сейчас я нарисую абсолютно такую же картинку. Только сделаем какой шаг? Вниз. Шаг вниз. И посмотрим, что это будет такое. Первое пересечение софи абсцисса будет не дальше, чем 2n минус 2r. Вот. Минус 2k. Это правильно, да. Это правильно. Потому что иначе не хватит. Нет. Я все-таки думаю, что стоит нарисовать эту картинку действительно отдельно. Первый шаг вниз. Потом путь ходит, ходит, ходит. Потом идет сюда. Потом как-то ходит. И потом есть момент 2r. Понятно? Вот давайте эту точку обозначим не 2r, а 2l. Могу? Замечательно. Давайте теперь соображать. Число l не может быть слишком большим. Почему? Потому что если мы проведем слишком много времени под осью, то у нас не хватит времени на то, чтобы набрать эти 2k адрес. Так? Как это записать формальное неравенство? Вот на этом месте у нас должно быть не меньше, чем 2k. Понятно? Значит, 2l плюс 2k должно быть меньше или равно, чем 2n. Значит, какое условие на число l? Больше или равно 1, меньше или равно, чем n-k. Больше или равно 1, меньше или равно, чем n-k. Понятно? Хорошо? А теперь выписываем, сколько способов. Понятно, сколько способов. Вот здесь вот пути, которые начинаются здесь и заканчиваются здесь, и которые не выше вот этого. Помните, как мы здесь писали эти количество пути? Значит, здесь будет сколько? c со значком l-1. Отлично. Отлично. А здесь пути с известным количеством отрезочков над осью абсцисс длины 2n-2l. Это число каталана с номером n-l. Число каталана с номером n-l. Понятно? Значит, я сейчас должен выписать, смотрите, какие слагаемые. Я число l должен подставлять n-k, n-k-1, n-k-2 и так далее, и так далее, вплоть до 1. И каждый раз я должен писать сл-1 умножить на cn-l. Поехали. Сl-1, вот здесь вот что такое. Это cn-k-1. Так, а n-l это будет что такое? В таком случае, если l это n-k, то n-l это будет что? Это будет ck. Дальше. l на единицу уменьшилось. l еще на единицу уменьшилось. n-k-3, k-2. И так далее, и так далее, и так далее. И в самом конце, когда l равно 1, будет c0 умножить на cn-1. Ну, она сейчас будет переставить местами c-2. Конечно. И тогда все очевидно. Если вы здесь ставите местами, то вы получите вот это слагаемое. Если вы здесь переставите местами, то получится ck-t умножить на cn-n-k-t. То есть, в каждом произведении переставляем множители и получаем в точности регулярно форму x, как пробежимся по этапам. Что мы здесь фактически делаем? Мы применяли метод эмоции. То есть, считая, что мы уже все знаем для маленьких чисел, рассматриваем следующее число. После этого мы говорили, что отдельно разбираем случай, когда весь путь расположен не ниже оси абсцисс. И это в точности число каталана. А для чисел каталана у нас есть регулярная форма. Значит, все хорошо. Другая ситуация, когда все, наоборот, не выходит выше, чем ось абсцисс. Эти пути ровно столько же, потому что симметрия. Тоже все хорошо. А дальше выписываем сумму. А дальше вот сумму. Да. А дальше вот сумму. Мы все сводим к рекурентному соотношению для числа каталана. То есть, оказывается, что в любом случае все равно получается рекурентная форма для числа каталана. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.